Да, ломать, конечно, не строить. Кто ж знает, что это так тяжело будет собирать-то. Аааа, еще деталей не хватает. В Роблоксе, конечно, все попроще. Нету нужной детали, ты можешь ее сам собрать, сам сделать. А тут, ну, вообще. Кстати, а ты умеешь собирать свои модельки в Роблоксе. И всем привет. Ребят, меня зовут Александр. Я уже три года занимаюсь тем, что обучаю детей создавать игры на Роблоксе. Ребят, Роблокс это круто, Роблокс это интересно. А что может быть веселее и интереснее, чем играть в игры на Роблоксе? Конечно же, создавать их. И сегодня мы поговорим о моделировании окружения в Роблоксе. Я научу тебя создавать мебель и другие клевые модели. Сохранять эти модели в Тулбоксе и пользоваться плагинами. Так с чего же нужно начинать процесс моделирования? Прежде всего нужно найти подходящий референс, то есть то, на что ты будешь опираться. Такую модель, которую ты возьмешь ради примера. Мы с вами собираемся построить домик для ведьмы. Домик для ведьмы у меня уже стоит, но этот домик взят мной из Тулбокса. А я хочу построить свой домик. Именно на этом примере я хочу вам показать, насколько просто моделировать Роблокс. Итак, посмотрим из каких частей он состоит. У домика, как и в реальной жизни, есть фундамент. Именно с этой детали мы начнем моделировать наш дом. Также в нашем домике очень часто повторяются некоторые детали. Например, смотрите, вот как выглядит у нас дверка. Вот так выглядит оконная рама. А вот так выглядят створки для оконной рамы. И таких створок мы можем найти несколько штук. Смотрите, вот здесь створки и оконная рама. Вот здесь створки и также оконная рама. С этой стороны, хоть и не очень видно из освещения, но тоже есть створки и оконная рама. Для начала давайте сделаем какие-то повторяющиеся элементы, которые мы будем использовать для строительства в нашем доме. То есть, если в реальной жизни используют кирпичи для постройки дома, то мы сейчас с вами эти кирпичи и создадим. Сначала создадим модельки, которые будем использовать как какие-то блоки для создания нашего домика. А также в этом видео я вам расскажу, как пользоваться основными инструментами Roblox, как пользоваться дополнительными инструментами, то есть плагинами и как использовать текстуры. Текстуры мы возьмем из Toolbox. Прежде чем начать строительство, нужно настроить инструменты для того, чтобы нам было удобно строить. Все инструменты, которые нам понадобятся для строительства модели, находятся в панели инструментов на вкладке Model. Заходим на вкладку Model и здесь мы видим раздел Snap to Grid. За что он отвечает? Раздел Snap to Grid отвечает за то, с каким шагом будут двигаться, увеличиваться или крутиться детали. Смотрите, здесь есть две настройки Move и Rotate. В свойстве Rotate стоит значение 90. Что это значит? Это значит, что при вращении наши детальки будут поворачиваться на 90 градусов. Но иногда 90 не совсем подходит. Давайте ровно в два раза это уменьшим. Сделаем значение свойства Rotate 45, чтобы наши детальки вращались с шагом в 45 градусов. Не больше, не меньше. За один поворот они поворачиваются на 45 градусов. Также у нас есть свойство Move. В свойстве Move стоит значение 1 на данный момент. У вас же оно может быть каким-то другим. Свойство Move у нас отвечает за то, с каким шагом будут двигаться детали или увеличиваться. Казалось бы, 1 это самая подходящая единица. Да, мы будем двигаться ровно с одним шагом, но на самом деле немножко не так. Самое подходящее значение для этого свойства 0.5, то есть ровно пол шага. Теперь в свойстве Move стоит значение 0.5 статс. Статс – это единица измерения расстояния в Roblox. И вот сейчас уже можно начинать строительство. И как я и говорил, лучше всего начать с фундамента. Давайте поставим фундамент и этим самым фундаментом мы обозначим размер нашего дома, то есть какой он будет по размеру. И чтобы нам не ошибиться с пропорциями, то есть насколько будет большой дом относительно самого персонажа, мы сейчас добавим модельку манекена. Чтобы добавить модельку манекена, нужно зайти на вкладку «Аватар» и на вкладке «Аватар» найти инструмент «Rig Builder». Нажимаем на него и у нас появляется вот такое окошко. Здесь нам пока что не важно, какую модельку выбирать – R15 или R6. Просто выбираем любую модельку и ставим ее рядышком с местом строительства нашего дома, чтобы ориентироваться на размер человечка. Далее давайте создадим деталь, которая будет нашим фундаментом. Но я не буду брать обычные модели. Я сейчас найду пак с текстурами в Toolbox. Текстуры, которые мы будем использовать для нашего хоррора. В Toolbox в строчке поиска пишем «Horror текстур пак». И мы с вами получаем несколько моделек. В этих моделях находится несколько деталей, на которые уже прикреплены текстуры, которые мы будем использовать при создании нашего хоррора. Давайте, чтобы они нам не мешались, мы берем пока что их в сторонку. Итак, думаю, что для фундамента нам подойдет вот такая вот деталь. Давайте сделаем ее копию, чтобы не использовать оригинал этой детали, потому что вдруг мы еще где-нибудь захотим использовать такую текстуру. Далее, с помощью инструмента Scale мы придадим этой детали нужный размер. Фундамент лучше сделать немножко побольше, чтобы скрыть неровности ландшафта. Потом проще будет саму детальку немножко утопить вниз под текстуру. То, что у вас сверху находится немножко неподходящая текстура, это ничего страшного. Главное, чтобы по бокам у нас была нормальная текстура кирпича. Над фундаментом находится пол. Подберем какую-нибудь подходящую текстуру для пола в нашем домике ведьмы. Но тут я уже воспользуюсь обычной деталькой. Создадим деталь, подкрасим ее и заменим ей материал. Материал я выберу Wood Length. Как изменить материал у Robot Studio? Нажимаете на этот значок Material Manager. У вас открывается окошко, где вы можете выбрать материал. Чтобы выбрать материал, вам нужно навестись на карточку с материалом и нажать на кнопочку на этой карте справа сверху. Итак, ищем подходящий нам материал. Вот он Wood Planks и нажимаем вот сюда. Но цвет немножко мне не подходит. Я хотел бы здесь более темный цвет. Поэтому еще изменим свойства цвета. Заходим сюда и выбираем подходящий цвет. А теперь хочу показать вам очень интересный момент. Смотрите. Вот мы с вами сделали фундамент. И на фундаменте хотим дальше строить стены, ставить какое-то окружение, внутри может быть мебель какую-то добавлять и так далее. Но что будет происходить, когда я сюда добавлю какую-то детальку и попробую ее, допустим, подвинуть? Я добавил сюда дополнительную детальку. И вот сейчас я хочу подвинуть ее, но случайно промахиваюсь и задеваю пол. Как же быть? Придется каждый раз отменять действие. Нажимать либо клавишу Ctrl Z, либо нажимать вот сюда. На значок возврата назад, на одно действие. Но как же это исправить? Неужели нам придется так мучиться каждый раз, когда мы чуть-чуть промахнемся, заново исправлять всю ситуацию? На самом деле нет. И вот что вам поможет. Вам поможет, если вы измените свойства Lock на ваших деталях. То есть закройте эти детали для выделения. Lock находится сразу над инструментом Ancher. Нажимаете вот сюда на значок замочка. Вот он находится сразу над инструментом Якор. И кликаете по детальке, которую вам больше не нужно выделять. Я сейчас изменю свой ствол у этой детали и у детали фундамента. Потом, если вам все-таки понадобится изменить как-то эту детальку, как-то ее выделить, вы это можете сделать через окошко Explorer. Но сейчас вы можете сколько угодно на нее кликать, а она больше не выделится. А теперь давайте построим стенки для нашего домика. Посмотрим на наш референс, как выглядят у нас стены. Во-первых, прежде чем делать стены, желательно сделать каркас для нашего дома. Здесь у нас есть стенки, но также присутствует каркас. Давайте начнем все-таки с каркаса. Итак, я бы сейчас хотел выбрать какой-нибудь подходящий материал для каркаса из предложенных текстур. Но здесь его нет. Здесь проще всего воспользоваться снова тем же самым Material Manager и сделать обычные деревянные бруски. Цвет материала я уже здесь сделаю немножечко потемнее. И вот зачем мы изменяли настройки раздела Snap to Grid. Видите, насколько ровненько я поместил вот эту детальку прямо на уголочек нашего здания, на уголочек нашего фундамента. Давайте вот эти кубики разместим по углам здания, а потом мы из них нарастим каркас, как в этом здании. Для того, чтобы создать точную копию, можно использовать сочетание клавиш Ctrl-C, Ctrl-V, либо сочетание клавиш Ctrl-D. Также для того, чтобы сделать копию детальки, можно использовать следующие инструменты. Находятся они на вкладке Home, с левой стороны в панели инструментов сверху. Кнопочка Duplicate, она создаст вам дубликат прямо внутри вашей выделенной детали. То есть, смотрите, я уже нажал на кнопочку Duplicate, беру инструмент Move и просто из своей детальки вытаскиваю точно такую же. Кнопочка Copy работает почти так же, но она просто копирует, а потом вы можете эту детальку вставить в нужном месте. Для этого просто нужно нажать правой кнопкой мыши и нажать на кнопочку Pass, то есть вставить. Но я все-таки советую вам использовать инструмент Duplicate. Он здесь будет действительно лучше. Итак, столбики мы сделали. Теперь давайте определимся с их высотой. Поставим человечка и посмотрим, насколько вверх нам нужно приподнять наши столбцы. Я думаю, что для одноэтажного здания такая высота подойдет. Давайте теперь заглянем в окошко Properties. И посмотрим, какая высота у этого блока. Выделяем наш блок. Заходим в окошко Properties. Ищем раздел Transform. В разделе Transform нам нужно найти свойство Size. И давайте его раскроем. Нажмем на этот маленький треугольничек. Смотрим. У нас есть X. Это ширина. Z. Это длина. А Y. Это высота. И высота у нас 11 статсов. Давайте скопируем высоту. И точно так же изменим свойства всем остальным блокам. Но как мы видим, остальные блоки, они как бы действительно изменили свой размер, но продолжили расти внутрь, вглубь. Просто их нужно будет вытащить. А теперь давайте такие же столбики сделаем приблизительно в этом месте и в этом. То есть сделаем еще парочку столбиков для нашего каркаса. Ну а теперь давайте добавим стенки. Итак, создадим блок. Подгоним его под размер. Изменим цвет на подходящий. И изменим материал. Материал я ему задам, наверное, какой-нибудь вот такой. Кобельсотом отсылается. Да, он действительно подходит. Смотрите, какие получаются прекрасные стенки. Кстати, чтобы разворачивать детальки ровно на 90 градусов, вы можете использовать сочетание Ctrl-R вместо обычного Rotate. Я, конечно, могу продублировать детальку, использовать инструмент Rotate для поворота. Но это занимает около 5 секунд. А если я сделаю просто Ctrl-R, это займет всего лишь доли секунды. Стенки мы построили. Но сейчас, как в той сказке, дом без окон, без дверей. Поэтому надо что-то с этим сделать. Надо сделать окошки. И вот сейчас мы как раз таки разберем еще один инструмент. Он относится к основным. То есть это не какое-то дополнение в Roblox. Этот инструмент доступен будет абсолютно каждому. Но прежде чем мы начнем разбирать этот инструмент, давайте создадим с вами окошко. Потом продублируем его. И там, где нам понадобятся окошки, просто будем вставлять копии. Чтобы правильно создать окошко, нам опять же поможет наш манекен. Чтобы не ошибиться с размером. Посмотрим, как окошко у нас выглядит на нашем референсе. Окошко просто состоит из квадратика, у которого есть перекрестия. Тут, по-моему, даже стекла нет. И есть две створочки. Давайте попробуем сделать то же самое. Материал для создания окошка я буду использовать Wood Plains. Делаю так, чтобы мое окошко по ширине было точно такое же, как и стенка. Но чуть-чуть шире. Цвет, наверное, возьму точно такой же, как и у нашего каркаса. Посмотрим, какой у него был цвет. Для этого нужно выделить детальку каркаса. Нажать сюда. И либо скопировать название цвета, ибо просто посмотреть, где над цветом вагами он находится. Я воспользуюсь вторым вариантом. Опять же, выделяем детальку и изменяем ему свойство материал. Через Material Manager. Итак, рамку для окошка мы сделали. Она получилась довольно большая. Теперь сделаем перекрестие. И вот тут я столкнулся с проблемой. Смотрите. Если я сдвигаю вправо, левый проем становится больше. Если я сдвигаю влево, то наоборот правый становится больше. Как же мне это подправить? Наверное, я просто немножечко уменьшу размер окна. А вот нижнюю часть окна я сделаю чуть-чуть пошире. Так, теперь створки довольно ровные. Копирую детальку для перекрестия. И поворачиваю вот таким образом. Готово. Окошечко у нас есть. Давайте сделаем створки. Чтобы сделать створки, копирую эту часть. Чуть-чуть уменьшаю ее снизу, потому что это будет серединка. И делаю вот так вот, чтобы она полностью перекрывала мое окошко. Далее создадим рамку створки. Чтобы рамка у створки чуть-чуть отличалась, мы изменим ей немного цвет. Уберем оттенок посветлее. Постарайтесь при создании своих моделей делать так, чтобы детальки не входили друг внутрь друга. Иначе они у вас будут немножко баговать, когда вы зайдете в игру. Получается, текстурка одной детальки будет накладываться на другую. И, возможно, произойдет так, что Роблоксу будет сложно определять, какая текстура должна быть поверху. И будут текстурки меняться. То одна включается, то другая. Чтобы этого не было, делайте так, чтобы одна деталька, видите, не перекрывала другую. Лучше делайте все в стык. Итак, створка готова. Сейчас нужно выделить все детали, входящие в состав нашей створки. Для этого зажимаете клавишу Ctrl, либо Command, если у вас Macbook, и кликайте по деталькам. И давайте сразу ее объединим в модель, чтобы наша створка превратилась в модельку. Для этого нажимаем сочетание клавиш Ctrl G, либо на вкладке Home, над инструментом Anchor и над инструментом Lock нажимаем на Group. Все, теперь наша створка — это единая моделька. Видите, даже в окошке Explorer она теперь у нас выглядит по-другому. То есть это уже не несколько деталей, а одна модель. Но, конечно же, внутри нее находятся все остальные детальки. Немножко повернем ее. Развернем ее и аккуратно с помощью инструмента Move выдвинем, таким образом, чтобы она создавала видимость открытой створки. Продублируем эту модель. Развернем. И с этой стороны сделаем то же самое. Итак, теперь у нас есть моделька — окошко со створками. Давайте выделим все эти детальки полностью. Закрепим с помощью инструмента Anchor и объединим в одну модель. Ctrl G, либо, как я уже показывал, нажимаем сюда, на инструмент Group. Вот сейчас хочу вам показать один баг, чтобы вы с таким не сталкивались, потому что я только что с этим сталкивался. Смотрите, я забыл наш фундамент закрепить с помощью инструмента Lock. Я закрепил его только с помощью Anchor. И когда я выделял все окошко на нашем фундаменте, у меня выделялся и фундамент тоже. И деталька фундамента попала внутрь моего окошка. Внутрь, получается, модельки моего окна. Чтобы у вас такого не происходило, все-таки не забывайте лочить ваши детальки, которые вы не хотите, чтобы не выделялись. Повторно выделяем наше окошко, только уже не зацепляем никакие другие детальки. Нажимаем Ctrl G, либо на инструмент Group. И получаем окошко. Теперь мы можем вставлять это окошко в наши стенки. Но нам нужно сделать отверстие для этих самых окошек. И тут я призываю вас воспользоваться тем самым инструментом, про который я говорил не так давно. Тот самый, который доступен будет каждому, и это не какой-то дополнительный плагин, не какая-то дополнительная программа. Этот инструмент встроен уже в Roblox Studio. Для начала создайте блок по ширине точно такой же, как и ваше окошко. Так, готово. Теперь вставьте этот блок в стенку, в то место, где хотите вставить окно. Но для начала продублируйте его, потому что вам блок с точно таким же размером еще пригодится, поверьте. Итак, окошко я хочу сделать где-то здесь. Что нужно делать дальше? Смотрите. Блок, который вы вставили в стенку, выделяете. Открываете вкладку Model. Заходите в раздел Solid Modeling и нажимаете на инструмент Negate. Вы делаете детальку негативной. Негативной, это значит полностью противоположной самой же себе. То есть, если в этом месте деталька плотная, когда вы нажимаете на инструмент Negate, на этом месте у детальки получается пустота. И если мы объединим вот такую негативную детальку с обычной стеной, то на месте негативной детальки у нас получится отверстие. Давайте попробуем это сделать. Смотрите. Я выделяю негативную детальку, просто нажимая на нее мышкой. Зажимаю клавишу Ctrl и нажимаю теперь на стенку, внутри которой я хочу сделать отверстие. Все, теперь у меня выделено две детали. Можно даже это посмотреть в окошке Explorer. Негатив парт и просто парт. Дальше, опять же в разделе Solid Modeling, я нажимаю инструмент Union, который объединяет две детальки в одну. И как мы видим, на месте нашей детали появляется отверстие. Проделаем то же самое с остальными стенками. А теперь вставим модельку нашего окна в эти отверстия. Тут делюсь небольшим лайфхаком. Смотрите, прежде чем вставлять модельку окошка в оконный проем, я ее разгруппировал. А после этого снова группирую Ctrl G. Для чего я это сделал? И давайте еще раз повторю, как. Нажимаем на модельку правой кнопкой мыши и выбираем пункт Ungroup. Моделька разгруппировывается. Дело в том, что при объединении она принимает форму квадрата. Так сказать, невидимая форма нашего окошка. Это квадратик, который расположен немножко не так, как нам нужно. И чтобы вставить это окошко, придется действительно помучаться. А когда мы модельку нашу разгруппировываем, то мы можем сделать это немножечко поудобнее. Вот этим я, наверное, и воспользуюсь. Снова разгруппируем. Правой кнопкой мыши Ungroup. Все детальки нашего окна выделены. Главное, не нажмите никуда. Дублируем. И сдвигаем. И точно так же на другую сторону. Итак, окошки нашего домика готовы. Теперь осталось сделать дверь. Для того, чтобы сделать дверь, я воспользуюсь моделькой окна. Разгруппирую ее. Возьму детальку в створке. А теперь просто увеличу ее под размер двери. И чтобы она действительно походила на дверь, сделаем ей тоже рамку. Рамку двери называется косяком. Сделаем косяк для нашей двери. Для этого я сейчас разгруппирую эту модельку. Чтобы я мог удобно и без лишних телодвижений скопировать вот эти верхние детальки. Если зажать Ctrl и начать увеличивать, то деталька будет увеличиваться в обе стороны. Давайте отделим косяк от самой двери. Модельку двери снова сгруппируем и то же самое проделаем с косяком. Точно так же, как мы делали отверстие для наших окошек, сделаем отверстие и для двери. Создадим деталь. Подгоним ее под размер двери. Здесь из-за того, что я произвольно увеличивал дверку, нужно будет отключить свойство Move в разделе Snap to Grid. И подогнать размер ровненько-ровненько под дверь. Так, готово. Вставляем эту детальку на место дверного проема. Делаем ее негативной. Объединяем со стенкой. И нажимаем Union. Отверстие готово. В это отверстие вставляем косяк. А внутрь уже вставляем нашу дверку. Ну а сверху сделаем крышу. А вот уже для крыши я все-таки снова воспользуюсь текстурками. Тем более текстурок для крыши у нас тут полно. Я, наверное, возьму вот такую разрушенную черепицу. Хотя нет, вот такой материал мне нравится даже больше. И попробуем сделать точно такую же крышу, как на нашем Reference. Повернем ее сначала под углом 25. Для этого в разделе Snap to Grid я меняю свойство Rotate на 25. Создаю копию детальки. А вот копию включу уже под градусом 45. Похоже? Думаю, что да. Снова включаю свойства Move. Ну и тут уже делаю немножечко на глаз. Дублируем обе детали. Для этого нужно их выделить сразу две. Также через Control, как мы это делали ранее. А вот здесь по краям, на этой крыше, можно будет сделать вот точно такие же окошечки внутри крыши. Но это уже будет вашим домашним заданием. Давайте договоримся так. В этом и в следующих видео я буду давать вам какую-то основу. А какие-то дополнения вы уже будете добавлять самостоятельно. Первое домашнее задание после моего видео, это сделать вот такие окошки, как на нашем примере. Сделать это будет несложно. Тем более, если вы сделаете оконную раму для нижнего этажа, то все остальное вам дастся довольно легко. Чтобы поддерживать нашу крышу, здесь также продолжим строить каркас. Поэтому я скопировал кусочек нашего каркаса из уголочка. И продублирую. Сделаю такой же здесь. И здесь. Конечно же, здесь и здесь нужно будет уменьшить его. Ну и сделаем поперечину. Опять же, дублирую. И беру инструмент Rotate. Чтобы у нас получилось все то же самое на другой стороне, через Ctrl выделяю все эти детальки. Дублирую их, беру инструмент Move и перемещаю на другую сторону. Также сделаем каркас для самой крыши. Возьмем материал с досками. Создадим детальку. Берем материал Wood Planks. Поворачиваем детальку таким образом, чтобы доски смотрели вверх. Чтобы они были вертикальными. То, что сейчас доска выходит из крыши, это пока что ничего страшного. Сейчас я покажу, как это исправить. Для начала нам нужно вспомнить, под каким углом мы делали крышу. Эту часть крыши мы делали под углом 25, а эту под углом 45. Создадим две детальки с точно таким же углом. А вот у меня уже одна деталька есть. Я возьму ее. Сначала давайте разберемся с углом 25. Сделаем ее прямо на уровне крыши. И увеличим. Причем увеличим так, чтобы эта часть полностью перекрывала то, что у нас выходит из крыши. Теперь я выделяю этот блок. Этот блок делаю негативным. Объединяю их с помощью инструмента Union. И мы получаем вот такой вот срез. Все, здесь у нас ничего нет. То же самое проделываем здесь. Создаем блок. Поворачиваем его на 25. Подгоняем. Чуть-чуть увеличиваем, чтобы было поудобнее работать. Опускаем вот сюда. Прям видите, чуть-чуть крыша выше этого блока. То, что нам нужно. Максимально увеличиваем по размеру этот блок. Делаем его негативным. Теперь выделяем нашу стенку, которую нужно обрезать. Выделяем негативный блок. И объединяем Union. Здесь проделываем то же самое, но под углом 45 градусов. И вы знаете, наверное, вот сюда вниз я тоже сделаю небольшую поперечину. И вот, что я подумал. Я немножко рано сделал заднюю сторону. Давайте отсюда все детальки удалим. Скопируем полностью переднюю сторону. Зря мы, что ли, проделали кучу такой работы. Продублируем ее. А лучше всего объединим в модель. И после этого уже продублируем. Чтобы объединить в модель Ctrl G, чтобы сдублировать Ctrl D. Выделим наш домик. И также сгруппируем его в модель. Но для того, чтобы выделить те детальки, на которые мы поставили свойство Lock, нам нужно это свойство убрать. Давайте найдем эти детальки. Это у нас деталька Val F, которая служит нашим фундаментом. Тут я уже через окошко Properties уберу свойство Locket. И где-то повыше у нас был наш пол. Тут, конечно, уже сложно найти, поэтому не совершайте таких ошибок, как я. Подписывайте детальки. Потому что искать эту детальку я сейчас просто замучаюсь. Ага, нашел. Убираю свойство Locket. Все сверху выделяем. И нажимаем Ctrl G. Все. Моделька домика у нас готова. Как ты видишь, моделировать в Роблоксе довольно просто. Но немножко долго. То есть, чтобы построить собственную модельку, нужно действительно приложить усилия. Зато не стоит того. Представь, ты собрал собственную модельку. Дальше ты можешь загрузить ее в Тулбокс. И кто-то даже другой может пользоваться твоими моделями. Более того, эти модельки ты можешь даже сделать платными. Если хочешь узнать, как это сделать, пиши в комментариях. А пока что давайте добавим эту модельку в Тулбокс. Назовем ее Witch House. Потому что это у нас домик ведьмы. Не забывайте, мы все еще делаем наш хоррор. Нажмем правой кнопкой мыши на модельку. Выберем Save to Roblox. У нас появится вот такое окошко с названием нашей модели. Здесь будет description описания модельки. Здесь не обязательно, но можете что-то добавить. Далее обязательно прожмите вот эти две галочки. Distributed Marketplace и Allow Comments. Чтобы вашу модельку могли оценивать. И чтобы она попадала в рейтинг Тулбокса. И все. Дальше нажимаете кнопочку Submit. Нажмем Close или кнопочку Back. Тут без разницы. Можно даже просто закрыть окошко. Теперь ваша моделька в Тулбоксе появится через несколько дней. Но именно вам она будет доступна сразу. Но не в разделе, где мы ищем все остальные модельки. А в разделе с вот такой вот лампочкой. Заходим сюда. И как мы видим у нас появилась моделька домика. Кстати, я ошибся с названием. Неправильно я его написал. Ну да ладно. В следующий раз подправлю. Итак, что мы сегодня с вами сделали. Мы с вами сегодня научились моделировать в Roblox Studio. Научились создавать свою собственную модельку. Научились пользоваться инструментами. Которые позволяют нам более удобно крутить, перемещать предметы. Это раздел Snap to Grid. Также мы научились делать отверстия в наших стенках. Если хочешь больше уроков по моделированию. Хочешь узнать про дополнительные плагины, про дополнительные программы, которые можно использовать при создании своих моделек. То обязательно напиши в комментариях. Я постараюсь сделать тему на этот выпуск. Потому что тема моделирования на самом деле более обширная. Даже на этот ролик я потратил довольно долго времени. Потому что моделировать это процесс не из быстрых. Придется немножечко уделить этому времени. Зато вы можете сделать модельку такой, какой вы сами захотите. Не подбирать в тулбоксе что-то похожее по вашей задумке. А сделать именно действительно так, как вам нужно для вашей игры. Поэтому я вам советую. Научитесь моделировать и создавайте модельки самостоятельно. Это очень крутой навык. Ну что ж, сегодня мы с тобой научились делать клевые модели. Сохранять эти модели в тулбоксе и пользоваться таким замечательным плагином для постройки этих самых моделей. Ребят, как обычно, пишите в комментариях, если у вас получается или не получается. Мы обязательно постараемся вам помочь. Ну и конечно же, нажми на колокольчик. Подпишись на канал и поставь большой палец вверх. Ну а я с вами не прощаюсь. Я вам говорю до свидания. Пока.